Так, ладненько, всем привет! Хочу поговорить об обсуждаемом девайсе Pinpointer, Macro Pointer, очень полезная штукенция, которую я приобрел в начале коп сезона 2016 года весной и использовал его. Хочу оставить отзыв, свои впечатления. По моему мнению, Pinpointer это тот предмет, девайс, который в принципе и не является остро необходимым при копе. Есть два предмета, которые необходимо приобретать. Это металлоискатель и лопата. А потом идет спецодежда и транспортное средство для того, чтобы добраться до места копа. Без Pinpointer вполне можно обходиться, но тем не менее, данный девайс, он значительно облегчает процесс копа, делает его порой достаточно быстрым и приятным. Тем не менее, несмотря на то, что я Pinpointer приобрел в начале коп сезона, я не всегда его использовал. Оставлял его в машине, не брал с собой, если выходил на поле, а даже если брал с собой, иногда его не доставал. Потому что мне легче порой было, допустим, я выкопал кочку, я начинаю ее пинать, ногой, каблуком, разламывать его пяткой, эту кочку, обзванивать мелкие куски и в последнюю очередь нагибаться и начинать комки земли разламывать руками. Допустим, я разломал, сигнал идет около катушки, я снова ломаю. И так ищу до маленького кусочка, либо когда появляется монета. Для этих целей мне доставать Pinpointer, включать его было несколько неудобно, а если говорить по-простому, влом, мне легче было разламывать. Но иногда, когда Pinpointer находится не Pinpointer, а вы выкопали яму, допустим, и сигнал по-прежнему не в кочке выкопанной земли, а где-то там по краям, и чтобы как-то локализовать место сигнала, потому что иногда катушка не очень точно подает сигнал вам и не повредить, возможно, приятную находку, я края ямки обзванивал Pinpointer, раздавался сигнал, и особо приятные моменты были, когда я обзваниваю, вот этим взял краями, всковырнул борта ямки и оттуда ввалится монета. Ну, возвращаясь к данной модели, а, кстати, еще Pinpointer очень удобно использовать в закрытых помещениях, когда вы обседуете чердаки на предмет потеряшек, полы, когда они, соответственно, вскрыты, землю, и очень удобно в этом случае Pinpointer работать, потому что катушка иногда, металлоискатель, не помогает в этом случае, а Pinpointer, он из-за компактности можно пролезть, и все, что необходимо найти, где не пролезет металлоискатель. Что у этого девайса, обсуждаемой модели? Она шла в такой коробочке под бархат черной, можете посмотреть на моем канале видео распаковки. Замочек такой этой коробочки был, внутри Pinpointer лежал в таком куске поролона, с контурами под сам Pinpointer шли две насадки, одна с такими краями, вторая круглая, как непосредственно обсуждаемая часть. По мнению многих, вот эти насадки способствуют тому, что данная часть непосредственно самого Pinpointer не повреждается, не царапается. Ну, не знаю, он уже приобрел ветбу, и никак обсуждаемая часть не была спасена. В принципе, вот эта насадка, потому что попадает песок сюда, она царапает внутри песком, он вот эту часть родную наносит повреждения. Ну да ладно. Потом шел небольшой поясная кобура под этот Pin, плюс еще шел под этот чехол такой ремень, чтобы можно было чехол с пином переносить. Но не важно, я все равно Pin держал в кармане, иногда использовал прилагающуюся сумку к кобуру, но она не очень удобная, не буду останавливаться. А чтобы Pin не потерялся, продаются не потеряшки такие, кольца сюда закручиваете методически, идет такой, как у старых советских телефонов провод. Витой гармошкой. Но я эту не потеряйку не купил, так называемую, а использовал простой, достаточно плотный, толстый шнурок от ботинок. Здесь завязывал узлом, а другой конец крепил к ремню, либо к петлям на брюках. Почему я Pin Poner еще не использовал? В связи с того, что мне, я уже отмечал, легче было обзвонить кочку катушкой у металлоискателя. А еще то, что, не знаю, говорил, не говорил, когда осуществляете поиск весной, осенью, либо в сырую погоду, эта часть грязная. И когда вы ложите, кладете обратно в карман, либо в кобуру, которая на бедре крепится, есть такие подпины, либо на ремне, все это грязно. Лично мне не очень удобно. Ну, я нашел такое небольшое решение вот этой грязи. Я использую пакет полиэтиленовый, ложу, кладу туда пинпойнтер, и пинпойнтер, который находится в пакете, я кладу в карман. Когда мне надо обозвонить какое-то место, достаю пинпойнтер, который в этом пакете, снимаю пакет, обзваниваю, пинт становится грязным, таким не очень чистым, я обратно ложу пакет, и все это в карман. То есть карман у меня, и как следствие, брюки остаются чистыми. Теперь непосредственно о самом пинпойнтере. Откручиваем вот эту шайбу пластиковую, насадочку снимаем, вот здесь батарейка, тип кроны, пояснение, как ее втыкать, укладывать, минус, плюс, минус, плюс выясняем где, и непосредственно погружаем батарейку, ставим, прошу прощения, упало кольцо. Вот эту часть, здесь соответствующие пазы имеются, не перепутайте. И закручиваем обсуждаемое кольцо до упора. Раз закрутили, все, он является водонепроницаемым, можно погружаться до метра, либо до двух. Ну, почитайте об этом пинпойнтере, его технические возможности. И включаем, вот эта зеленая кнопка ответственна за включение, раздавшись щелчок, пинпойнтер включился. И определенные есть нюансы, сразу не надо осуществлять поиск, подождать секунды 2-3, так как он является металлоискателем и он отстраивается. То есть, когда вы включили, не надо подносить к тем предметам, на которые нужно реагировать, к железным. Пусть это будет определенный промежуток времени, секунды 2-3, когда вы подержите его на воздухе. Он так настроится уже и непосредственно поиск осуществляется. Вот смотрите, подношу к железу, сигнал раздается, прерывистый, а когда подносишь к цели, сигнал стал постоянным. Еще раз, прерывистый и постоянный. У этого пина есть несколько режимов переключения. Не режимов переключения, а чувствительности. Вот, допустим, я нажимаю на зеленую кнопку, раз-два нажимаю, слышите, 4 сигнала. Еще раз, это четвертый уровень, самый мощный в его чувствительности. То есть, он на большем расстоянии может вам подать сигнал о том, что имеется определенный интересующий вас предмет. Если нажму два раза на красную кнопку, три сигнала раздалось. Еще раз, раз-два, два сигнала, один сигнал. Это значит, самая маленькая мощность. Он реагирует от железных предметов или от других предметов на самом таком расстоянии, близком. Еще раз, нажимаем, чтобы снова повысить, я процедуру в обратном порядке. Два раза на кнопку. Два сигнала, три сигнала, четыре сигнала. Также у пинпойнтера имеется подсветка. Вот красную кнопку один раз нажму, подсветка включилась. Еще раз на красную кнопку один раз нажму, подсветка выключилась. У него такой нюанс есть, что, по крайней мере, у этой модели, я не знаю, как у других пинпойнеров, кнопок управления мало, поэтому у них функционал такой, что можно на кобе подзабыть, как, допустим, переключить режим, чтобы был вибро, либо вибросигнал, либо только сигнал. Вот у него три подачи сигнала. Еще раз скажу, звуковой сигнал, вибросигнал и звуковой сигнал плюс вибро. Виброрежим очень полезен тогда, когда вы не хотите, чтобы кто-то слышал ваш сигнал. Либо вы осуществляете поиск в воде, потому что из-за толщей воды звуковой сигнал не проходит. Я осуществлял поиск. И виброрежим будет в этом случае очень удобным. Когда вы обзваниваете песок, допустим, на пляже, вам что-то нужно найти, вы предполагаете, что-то есть. Переключение режимов. Давайте посмотрим с вами, не забыл ли я, как здесь переключаются режимы. Нужно нажать и придержать красный клуб. Вот смотрите, сейчас работает звуковой. Сейчас нажимаю, держу. Раздал сигнал. Только виброрежим. Чувствуете? Как на телефоне. Подношу ближе и вибро становится постоянным. Снова нажимаю и держу. Раздался сигнал. Виброрежим и звуковой сигнал. Снова нажимаю. Только звуковой сигнал. В принципе, пинпоинт является неплохим. Чтобы его выключить, снова жму на зеленую кнопку, как и включение. И жду. Все, он выключился. Раздались такие сигналы звуковые. Все, пинпоинтер не работает. Хочу сказать, что вещь достаточно удобная. Но еще расскажу. Это тот предмет, который не является необходимым позарез во время копа. Без него можно и обходиться. Но полезная вещичка в некоторых случаях. Особенно, когда мелкие предметы. Это чешуя. Потому что разламывать кусок. Ладно, это кусок земли, который сухой. Это легко. Но если все это в жиже, в грязи. Перчатки грязные. И вот эта вся жижа размазывается по вашим рукам. И выводите около катушки. И сложно увидеть ее маленькую чешуйку. Поэтому пинпоинт. Когда вы в грязи, в комке осуществляете поиск. Особенно на минимальной чувствительности. Он хорош. Это безусловно. И также очень удобен. Да незаменим, когда вы осуществляете поиск в воде. Под водой. Но для этого необходимо брать водонепроницаемые пинпоинтеры. Либо когда в таких закрытых помещениях. Да и вообще многие к нему настолько привыкают, что нашли сигнал. Кочку выкопали. И начинают откладывать металлоискатель. Работать только пином. Это с одной стороны очень удобно. Вы не подтягиваете металлоискатель к себе. С катушкой не начинаете на нем обзванивать все эти кочки. Удобно, безусловно, хорошо. Вы сразу на корточке сели. На колени опускались. Начинаете только пинпоинтером обследовать кочку земли. Ямку, если сигнал не раздается из кочки. В общем, кому как. Но по мне я ощутил, что где-то процентов 70 я его с собой брал. 30 процентов ставил в машине. Из этих 70 процентов, когда я его брал, я иногда не доставал его из кармана. Потому что мне легче было кочку разламывать руками. Но это мой отзыв. Мое впечатление. И как бы сказать, кому как еще раз скажу. Ну, я сказал то, что считаю нужным. Своё впечатление высказался. Ладно-ка, держим связь.